Сфоткайте меня! А Вика о своём там думает! Сфоткайте меня, пожалуйста! А тут не 69, извини, Вик, не буду. Не 69, не будем фоткать. Да, так что нет. Ну, а детеньки знают, что такое 69. На канале Зиги ты сможешь найти видео по строительству в Майнкрафте, весёлые нарезки с прохождения игр и также различные мини-игры. Поэтому заходи и подписывайся, будет действительно очень весело. Как делишки, ребятишки, с вами Става Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт. И сегодня вместе с Жейкой, Игорем и Викой мы будем делать выбор всей нашей жизни в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет. Всем привет, ребята. Приветик! Да, ребята, как обычно, не забываем ставить большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы с вами сможем набрать на всех наших видео, тем быстрее мы выпустим следующую часть прохождения вот этой замечательной карты. Да и, ребята, не забывайте подписываться на наши каналы. Все ссылки, как всегда, будут в описании. И также, ребята, не забывайте писать положительные комментарии. и мы читаем все комментарии и на самые интересные отвечаем. Быстрее смотрите видео! Йо, приятного просмотра! Полетели, полетели. Пятая вот эта кабинка, или что это такое? Опа! Я уже тут! Эдисон, это кубик. Я опять застрял, я плаваю в блоках, помогите мне. А, боже, Игорь. Помогите? Ах, ты неваляшный. Сейчас пролечу. А, все, не прилетит. Давайте. Вот крутые блоки. Крутые блоки уже нравятся. Давайте. Вы готовы? Мы готовы? Опа, я готова! Иметь листочек со всеми болезнями, которые ты будешь только иметь в своей жизни. То есть, листочек, где написано, что ты будешь иметь. Или иметь листочек... Что ты будешь иметь. Что ты будешь иметь, да. То есть, ну, ты будешь... Или иметь листочек, где будут написаны все болезни, которые твоя семья будет иметь. Нет, давайте свои. Свои или семьи? Я тоже считаю, что лучше своей, чем семьи. Это как-то не круто. Да, мне тоже кажется, свои. Вика? Я вообще не люблю болеть. Поэтому нажимаем на красный. И вот, мы выигрываем. Сколько процентов? 57. Ну, очень так близко, очень близко. Так, давайте. Ух ты, читать любую книжку за одну секунду. То есть ты коснешься и сразу же ее прочитаешь. Или, или, ага, то есть любой инструмент, то есть там гитара, балалайка, любой другой, ты касаешься и сразу же учишься играть на этом инструменте в ту же секунду. Не, знаешь, в чем прикол? Смотри, мне кажется, книжка это очень круто. Мне тоже кажется, что хочешь узнать. То есть ты за секунду можешь там изучить физику, химию и все остальное. Просто ты реально... А в переходе как играть, если? Да, я лучше за инструмент. Хотя, в принципе, я хочу быть уличным бродягой. Можно прочитать книжку для чайников, типа, как играть на инструменте. Нет, ну, понимаете, на инструменте можно и так научиться играть, а книжки прочитать... А книжку, мне кажется, лень, во-первых, читать, а во-вторых, прочитать там тысячу книжек за тысячу секунд. Реально, ты просто убил два часа и прочитал, короче, пол... Ты прикинь, как ты будешь готовиться к экзаменам. Пришел, коснулся книжки и все, ты же все знаешь. Короче, я неправильно. Как неправильно? Вот люди дебилы, вот дебилы. В смысле вы дебилы? Да не вы, а вообще люди, которые выбрали музыканта. Серьезно, книжки это очень... Они просто душа поэта, понимаете? Они тортистские люди. Короче, войти в любой мир аниме. Ну, да, аниме, мне кажется, я не люблю. Или... Нифига себе. Или говорить голосом Моргана Фримена. То есть, я не... Мне кажется, тоже Морган Фримен. Кто не знает, какой голос у Моргана Фримена. Я же шаман-король. Реально, нафиг голос вообще нужен. Мне свой голос нравится. Ну, просто не знаешь, Моргана Фримена, как он там... Ну, ты не знаешь, в чем заключается смысл этого вопроса. Я не хочу жить в аниме. Я ненавижу аниме, вот скажу честно. Да в мультик попасть прикольно же, нет? В аниме, не в мультик. Успокойся. Какая разница? Ты что, не шаман-король? Нет, давайте, давайте. Ну, давай, ну, а ну, нажмите. Игруем. Да. Ну, аниме-любители. 51% и 49%. 49, то есть, очень близко. Так, давайте. Я разочек. Ух, так. Вот знаете что? Как, ну, как вы хотите умереть? Чтобы вас скушала змея, или чтобы вас скушал восьминог? Восьминог. Восьминог. Ну, осьминог. Не, ну, знаю. А восьминог, это типа как тунг? Это типа как, это типа как кракен, да, только мелкий? Кракен. Я тоже за. Я люблю тоже больше. Я ненавижу змею. Знаешь, что такое кту? Оооо. Реально? Вот она ктуна собрана. Нихрена себе. Взять, я что-то удивился немного. Так, окей. Это мы обсудим потом. Иди,ди. Вперед. Давайте. Давайте, читай. Ох, ладно. Иметь отрыжку конфетти, ну, то есть конфет, или глиттер. Что такое глиттер? Или пукать, пукать каким-то там, я не знаю, сверкание. Не масло, а что-то другое. Блёстки, по-моему. Я пукать блёстками хочу. Ну, давай, отрыжку конфетти или пукать блёстками? Лучше блёстками. Я пукать пердуну. Фей, фей, фей такие, знаешь. Кто за нас за пердуну? Я, я за блёстки. Поехали прыгать. Ну, блин. А кто нажал? Я, так мы же... Я не нажимала. Значит, прыгать было круче. Значит, прыгать круче, да. Не знаю, мне кажется, клан пердунов был бы пожёстче. Мне тоже так кажется. Ну, да ладно. Может, кто-то деньги срубать на этом. Да, давайте, если я рычу. Ооо, вот это крутой. Рычать, как лев, или выть, как волк? Ужир, ужир, чай. Мне кажется, рычать. Мне кажется, рычать. Это стиль собачки. Ооо, ооо. Я умею, я умею быть как волк, а как лев не уверен. Сейчас попробую, как симба. Нет, давайте, давайте, давайте. Давай. Понимаете, понимаете, я тут один бунтарь, получается, который ломает всю систему, да? Получается, выйти как волк. Это стиль собачки. Ну, ладно. Дальше. Ты должен обосновать свою точку зрения, а не нажимать просто на кнопку сразу. Это я нажал на кнопку. Ну ладно. И ты тоже, тебе тоже понравится. Ты все испугался. Ребята, тут очень ответственный вопрос. Да. Ух ты. Иметь интернет, который лагает, или иметь компьютер, который лагает? Я тебе хочу что-то иметь. Можно вопрос? А мы можем потом заработать и купить новый компьютер? Ну, не знаю. Вопрос такой. Интернет. Мне кажется, лучше лагающий интернет. Согласен. Потому что ты можешь играть в оффлайн игры. Да. А если у тебя ком зависает на 40 секунд, то ты вообще ничего не сможешь делать. Согласен. А Вика что думает? Я сегодня играла с большим пингом, в общем-то, и мне очень плохо было. Вот, поэтому я... А так бы ты вообще не играла, даже ни с каким пингом, потому что я бы... Я бы диск купила. Так у тебя бы ком завис просто... Не знаю, заморозился на 40 секунд, и всё, ты больше ничего бы не сможешь сделать. А вы слышите, как у меня люди за окном оружием, будто их там бьют, режут? Не хотим. Да почему неверно? Люди идиоты просто. Это ж реально тупо, потому что можно смотреть фильмы, заниматься графикой, всё что угодно вообще делать. А так у тебя ком зависит, и всё, ты ничего не сможешь сделать. С графикой, знаешь, по компьютеру, который лагает? Я сейчас сказал, не знаю, компьютер, который не лагает, но у тебя нет интернета, ты с любимым лагающим интернетом всё равно сможешь что-то залить в сеть. Окей, окей, давай, читай, Эдисон. Ох, короче, ждать в очереди 45 минут и получить скидку на какой-то там гамбургер 3 доллара. Или не ждать ничего, но заплатить полную цену, там, допустим, 10 долларов. Я согласен, нет, я не хочу 45 минут. Время, деньги. Так, перечите мне мои 3 доллара. Мне кажется, заплатить в полную цену, но не ждать. Да, согласен. Мне кажется, вы немножечко не понимаете смысл этой... Нет, мы просто любим пожрать. 3 доллара. Не 3 доллара, а скидку в 3 доллара, Игорь. То есть, если полная цена 10 долларов, то ты должен заплатить 7 долларов. Я сделала свой выбор. Ну ладно, короче. Так, о, смотрите. Только кушать пиццу или только кушать курицу? Пиццу, пиццу. Потому что на пицце может быть та же курица. Как ты ее нажал? Да. А, ну, отойди. Иметь 10 тысяч долларов, то есть, ну, в жизни 10 тысяч долларов. Или что иметь? Или иметь 1 миллион в банке? Ну, не знаю. 5 процентов уменьшается, да? Каждый раз, когда ты пойдешь туда снимать бабло, с тебя будут снимать там 5 долларов. Ну, так я за один раз миллион снял пидору, сняли вообще в Соколаде, пацан. Да, смотри, а этот еврей-то хитрый. Нажимаем. Да почему неправильно? Может, мы не так ввели scratch-off? Это что такое? Scratch-off это... Что это кажется, что мы не совсем правильно перевели? Ну, типа, 5 долларов от миллиона, это же вообще мало. Не, каждый раз, когда ты будешь идти в банке снимать деньги... А, может быть, там можно было просто снять не больше 5 долларов за раз. А, или что-нибудь там... Или, может быть, ну, там просто не было... Давайте подумаем дальше, и можно оплачивать онлайн-покупки. Какая вообще разница? Ну, да. Десятку ты потратишь быстро, и заработать ты, в принципе, тоже сможешь. А миллион долларов, которые ты сможешь тратить, к примеру, там... Ну, смотри, у тебя 10 тысяч долларов. Или, допустим, ты сможешь снимать каждый раз в банке максимум 10 долларов. Если тебя будут стягивать за каждый съем по 5 долларов, то в сумме у тебя получится полляма, то есть. Да, все равно выйдет больше. Все равно намного больше. Да. Да, и можно вложить просто за раз снять и вложить... А я просто скажу, ребят, процентное соотношение 49 к 51. То есть люди, как бы, одинаковые. Сфоткайте меня. А Вика о своем там думает. Мы будем понять. Сфоткайте меня. Пожалуйста. А тут не 69, извини, Вик. Не, не буду. Не 69, не будем фоткать. Да, так что нет. Ну, а дети не знают, что такое 69. А что ты же дребнулся? Ну-ка уходи, меня фоткали. Ээээ, меня же фоткали. Да все, все. Куда, куда, вот сюда. А никуда, никуда. Все, мы будем заканчивать. Все, все. Все. У нас остался последний уровень. Я не знаю, ребята, что вы думаете? Если мы наберем 500 тысяч лайков, то мы с ними последний уровень. Как вы такое показали? Как вы такое показали? Ну, и хлярный лайк. Да, ребята, я за это его и забью. Не переживайте, он ерес несет, он грешник. Кто-то зажрался уже немного. Не важно, не важно, я вас обоих и забью. Грешные души ваши. Да, ребята. Очистись, очистись. В общем, ребята, поэтому не забывайте ставить лайки, писать свои положительные комментарии и думайте, писать, что вы думаете вообще. Да, ребята. И думайте, и думайте, ребят, самое главное. Действительно, если вы хотите, чтобы мы дальше продолжили. Знаете, что напишите? Напишите, вот, чтобы вы выбрали десятку или вот с миллионом вот эту вот тему, то, что вы писали. Ну, мне кажется, это слишком сложно, чтобы понять. Ну, да ладно, ребят. Если вы поняли, напишите в комментариях. И, да, если вы перевели его, у вас есть какие-то... знания английского лучше, чем у нашего англичанина. А я правильно перевел, я не знаю, что вам не нравится. Будете сами тогда переводить там диреканский. А я обиделся, это забил, ты не обижайся, я здесь не обижайся. А я обиделся, все, идите в пух. Я тебя забью, не обижайся, я тебя обидел, я тебя обидел. О, глянь, а он улетел, Карл. А, нет, есть, просто есть, есть, есть. Где свои крылья? Я обещал вернуться. А, нет, я падаю. Короче, что мы его затянули с прощанием, поэтому всем удачи, всем пока. Пока! Пока! До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok